Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы опечатали. Значит, 8 месяцев назад я познакомился с Паном. Завязались отношения, и он рассказал, что встречался с девушкой с 7 лет. Он решил прекратить отношения из-за обстоятельств финансовых и их личных. Он взял первый в отношениях и переехал в свой родной город в Челябинск из Питера, где они жили вместе. Значит, смотрите, что получаются здесь. Во-первых, очень важно, чтобы вы уточнили момент, связанный с знакомством вашим. То есть, как вы познакомились, на каких основах, на каких обстоятельствах вы познакомились и так далее. То есть, это вот такой очень важный момент. Что у вас общего и что вас объединяет. Далее, он рассказал, что встречался с девушкой 7 лет и решил прекратить отношения из-за обстоятельств. Финансовых и личных. Логично предположить. Логично предположить. Логично предположить. Что если мужчина расстается с девушкой, то он рассказывает другой девушке, своей новой уже, о том, какие это обстоятельства. Ну, вроде бы логично. Правда. Он взял перерыв с Печетевым и приехал в свой родной город Челябинск из Питера, где они жили вместе. То есть, он с ней как с таковой не расставался. Она до сих пор думает, вероятно, что он ее просто-напросто оставил, что он вот просто-напросто сейчас думает, что он просто-напросто сейчас находится в каких-то вот раздумьях, мыслях и прочих. Он думает так. И надо сказать, обязательно надо сказать, что мужчина поступает довольно-таки хитро. Он не закрывает отношения до конца. Он не завершает их. Но он оставляет для себя пути к отступлению. И вот это очень плохо. Потому что мужчина не может сказать твердое «нет» другому человеку. По сути-то он и отношения с ней не завершил. По сути, она не прекращала быть его девочкой. Просто вы появились, когда он находился в других отношениях. Значит, вы даете ему то, чего он не получал со своей предыдущей девушкой. Ну, хорошо. Хорошо. Он, значит, ну, он не получал того, что вот ему было нужно со своей предыдущей девушкой. Вы ему это даете. То есть, вас он воспринимает как средство. Не потому что он плохой. Не потому что он использует вас. Нет. Он может быть искренне верить в то, что он с вами. Он может быть искренне верить в то, что, как бы, у него с вами будет семья. И так далее. Но другая девушка, она ведь не исчезает. Она по-прежнему его ждет. Она по-прежнему в его жизни. И он к ней отношения не завершил. Он решил взять перерыв. Это говорит о нем как о нерешительном мужчине с точки зрения именно выбора в личной жизни. И это плохо. Потому что он будет испытывать чувство вины перед ней. И он будет что-то для нее делать. Он будет испытывать чувство вины, возможно, и перед вами. И будет тоже что-то для вас делать. Только из чувства вины. И ведь вопрос в том, хотите ли вы этого. Ощущение, ощущение того, что вы не одна в его жизни, оно есть. И оно неприятно. И мужчина ничего не делает для того, чтобы его не было. Вот что у вас. Узнала я... Так, он взял перерыв, значит, узнала я это через 4 месяца наших отношений. Когда работая за компьютером, увидел от нее сообщение, что она скучает и хочет, чтобы он вернулся. То есть, девушка по-прежнему считает себя его девушкой. Он не сказал ей, что у него другая. Он не сказал ей, что он собирается дома жениться. Ничего этого нет. Он мне объяснил, что за 7 лет она ему стала родным человеком. Он ее любит как сестру, и ему стыдно дать, он расстался с ней. Человек берет ответственность на себя за другого человека. Если человек берет чужую ответственность, а это его право расстаться с ней даже после 7, после 8, после 10, после 15, 20 лет. Это его право, если он этого хочет. То человек не несет ответственности за себя. И это подтверждается тем, что он по-прежнему с ней не расстался. Расставание как такового нет. Незавершенность одних отношений приводит к выбиванию клином клина других отношений, а это не работает. По опыту психологии, по опыту психотерапии не работает. Значит, он общается с ней и сказал, что не хочет ее забывать. А он не сказал, в каком контексте он не хочет ее забывать. И зачем вы ему так? Или он действительно думает, что она для него сестра может быть сестру? Ну, если так, то он ошибается очень-очень сильно, к сожалению. В анте я увидел сообщение, где он пишет, что любит ее, но вы не описываете, кого сказали ли вы ему об этом, как он это объяснил и так далее. Но в любом случае прецедент был. И может быть он действительно ее любит. А может быть он просто привязан к ней. У него привязанность. Чувство вины. Как показывает опять же опыт психотерапии, отношения, в которых есть чувство вины, причиняет боли обоим партнерам. Больше таких провокационных сообщений от него не было. Ну, интересно, опять же, может быть он их удалял, эти сообщения. Общаются они почти каждый день, но когда мы вместе с ним проводим время, он заботлив и нервный. Значит так. Ну, далее вы говорите про то, что он делает с вами, да? То есть познакомил с родителями, строит планы и так далее. Знаете, общение почти каждый день с другой девочкой, с которой он по сути не расставался, говорит о том, что человек не готов отпустить прочное. Если он не готов отпустить прочное, значит это прочное будет появляться в вашей жизни. Просто подумайте, что будет, если он будет замечен в общении с ней, когда вы будете женаты, когда у вас будет ребенок. А с этим он поедет в Питер опять. В любом случае доверие к такому мужчине полноценного, стопроцентного, у вас нет. И это плохо. Потому что без доверия нельзя выстраивать гармоничные отношения. Далее. Значит так. Вы пишите, что в любви он не признавался ни разу, потому что он же любит ее другую девочку. И вообще он любит ее как сестру. И это говорит о том, что человек не очень хорошо разбирается в своих чувствах. Он не может любить двоих. И он не может любить ее как сестру. Это самообман. Или обман вас. Или самообман его. Либо он с ней привязан и любит ее по-прежнему. Либо он вас любит, а ее обманывает. Так или иначе, его поведение не красит его. Потому что если он обманывает ее, то он может обмануть вас. Если он не заканчивает отношения с ней, то он также может не закончить отношения с вами. Нужно, чтобы человек поставил точку и начал двигаться дальше. Это важно. Для семейных отношений. Потому что когда вы выходите замуж, ну, наверное, вы хотели бы, чтобы ваш мужчина был только ваш и принадлежал только вам, как мужчина. Это нормально. А этого нет. В то же время говорит, что скучает и хочет, чтобы я была с ним. Ну, вот это опять же не те слова, которые говорит любящий человек. Понимаете? Скучает – это я хочу быть с тобой. Хочу, чтобы ты была со мной. Я не хочу делать что-то для тебя. Я хочу, чтобы ты была со мной. То есть ты мне нужна для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Опять же, вот это вот использование здесь, пусть и не явное, но оно есть. И эти слова, они выдают человеку. Потому что любящий человек, а он, судя по всему, испытывает к вам привязанность, так же, как и в ней. Либо потребность у вас, так же, как и в ней. Понимаете? Значит, любящий человек, он скажет, что я хочу, чтобы ты была счастлива. Не я, а ты. И я хочу быть с тобой, чтобы делать тебя счастливой. А не ты со мной рядом. Понимаете? Будешь ли со мной, это опять же, ну, в том же контексте. Местоимение мы, это слияние. То есть, то же самое привязанное, то же самое слияние, что и с другой девочкой. Слияние, это когда человек растворяет свои личные границы и не может их вновь, как бы, соревновать. Как он не может это сделать, это сделать с другой девочкой. И как он этого, скорее всего, не может сделать и с вам. То есть, это вот такой человек, который, ну, можно сказать, своих собственных границ, своей собственной самобытности, своих собственных каких-то желаний, убеждений не имеет. Вот. В психоанализе подобный тип называется психотик. Это тот, у кого нет личных границ. Хочется разобраться, что делать в данной ситуации. Ну, делать в данной ситуации нужно следить. Значит, если вы, во-первых, с ним только встречаетесь и всё, то встречайтесь на здоровье, не думав, что в этом будет что-то плохое. Пока вы встречаетесь, ответственности как таковой нет у него и у вас. То есть, планы, слова – это всё хорошо, но… Слова – это просто слова, знаете, не более. Слова – это просто слова. Значит, если речь зайдёт о свадьбе, как таковой, то вот здесь нужно быть чёткой. Дорогой, если хочешь, чтобы я была твоей женой, ты должен оставить всё просто. То есть, пристать общаться с этой девочкой, завершить мне отношения, показать мне, что ты ей сказал, что ты собираешься лениться, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу показать ей, что она не будет в нашей жизни. То есть, пока вы встречаетесь, требоваться чего-то вы, в принципе, права не имеете, ну, потому что вы встречаетесь и всё. А вот, если вы можете стать парой с семьями, то есть, вы связываете свою жизнь с человеком, вы берёте как бы за него ответственность, вы будете что-то вкладывать в ваш быт, в ваше хозяйство, в вашу семью. То есть, вы должны быть уверены в том, что он не бродит вас в любой момент и не уедет к этой женщине, потому что она готова его принять. То есть, нужно себя обезопасить ровно на только, насколько это нужно вам. Без претензий, без давления и так далее. Что-то рассказывает мужчина, это трогательно, но это неблагородно. Он не понимает, что он её мучает, он не понимает, что он не даёт ей жить дальше тем, что не отпускает, тем, что общается с ней каждый день. И вот то же самое может повториться и с вами. Мне бы этого не хотелось. И именно поэтому, потому что это можно повториться с вами, я и говорю вам, позвольте мужчине сделать выбор. Если он не может, пусть обращаются к психологу, мы ему поможем. Мы поможем проработать чувство вины, уберём это всё. Но только так. Не иначе. Нельзя создавать семью с тем, кто не полностью вас. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку. Буду рад ответить, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.